Дорогие друзья, с вами снова Дмитрий Короллов и Руслан Халецкий. И по вашим просьбам, после прошлого ролика, вы попросили нас что-нибудь еще вам снять. Что-нибудь еще снять? Мы сначала хотели снять кулинарный поединок, но Дмитрий отказался и сказал, что мы будем качать спину. Кулинарный поединок пока подождет, но с этой же улыбкой спину качать не хочется, все мышцы накачаем, поэтому поедим. Да, поэтому сегодня тренировка спины в нашем исполнении. Примерно одна схема, чуть-чуть разное упражнение. Да, потому что как бы перед собой тренировками, мы с Русланом побеседовали, и выяснилось, что принципы тренировки у нас совпадают. Совпадают удивительно, но это так, но сама стилистика упражнений несколько отличается. Это очень хорошо, потому что вы как раз увидите примеры выполнения, можно сказать, одних и тех же движений в разных вариантах. Расширите вашу теоретическую базу и базу упражнений. Базу упражнений. Их выполнения. Да, совершенно верно. Ну, и все, мы начнем. Начнем мы с ширины спины. С ширины спины. Разогреемся, так сказать. Да, ну, мы уже разогрелись, правда, немножечко. Чуть-чуть. Так, отжались от пола, чтобы тонус был. Чтобы не быть дрещами. Да, чтобы не быть дрещами. Напряглись специально. Ты что будешь делать? Я тянусь вертикальную тягу на грудь, потому что за голову мне не очень не нравится, мне комфортнее на грудь. Ну, вот, и я думаю, что подходы четыре раза по двадцать с интервалом отдыха по две минуты. Без такой прямо надсадной выколотки, скорее, за счет этого движения разомнусь, как следует, окончательно. Подготовишь спину, да? Подготовлю спину. Ну, а ты? А я буду подтягиваться. Подтягиваться? Подтягиваться. Не люблю подтягивания. А я именно люблю подтягивания, могу подтягиваться, ну, и постараюсь тоже в диапазоне двадцать раз выдержать все четыре подхода. Да. Я подтягиваться тоже могу. Могу, но только за один. Да. Дмитрий, все движения такие вызывают только планно. Но, кстати, вот, пятьсот метров Димон бегает, бегает буквально за тысячу рублей. За тысячу рублей могу пробежать пятьсот метров. И, кстати, хотел опять коротко по движениям. На самом деле, в первом и втором варианте примерно одни и те же отделы спины у нас работают, поэтому на перспективу, если вы не против подтягиваний, можете в разминочные моменты делать одно движение или другое, чередовать, между собой взаимозаменять, ну и что, пойдем показывать, как это делается. Да. Как вам это делается? Иди первый. Я первый. Ну, помоложе, пускай идет первый еще. Я бы еще чуть-чуть посижу. Поехали. Ну, для подтягивания я буду использовать, во-первых, кистевые лямки, а во-вторых, ступенечку. Потому что? Потому что ступенечками больше. Так. Сразу будет вопрос. Зачем? Подтягиваюсь немного в диагональ, пока более свежие и больше сил, приводя руку ближе к себе. Получаются места креплений ближе и сильнее сокращаются широчайшие мышцы спины. Вот. Прекращайте уже слушать все эти умные мысли. Пойдемте, я вам покажу то же самое, только гораздо проще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Очень хорошее движение Прекрасно разогревает Прекрасно, скажем так, развивает Внешний отдел широчайших То есть движение исключительно для ширины вашей спины Спина у вас, если узкая Делайте это движение И так коротко коснусь Мы с Русланом, как вы обратили внимание, используем кистьевые ремни Наверное, у меня все-таки не тот вес, чтобы я за счет кистьевых ремней держал Почему сейчас ими пользуюсь? Потому что тренировка длится около часа И я заранее стараюсь снять нагрузку со своих предплечий Потому что если я сейчас не начну К середине занятий, они у меня жутко затекут Поэтому, в принципе, без необходимости не перегружайте ваши предплечья И снимайте с них нагрузку за счет кистьевых ремней Дим, скажи, пожалуйста, для наших подписчиков Уровень наклона спины во время движения Как ты его для себя задаешь, как ты его выбрал, насколько важен он на твой взгляд? Ну, вообще хочу сказать, что когда я весил килограмм 110, наклон моей спины для меня не имел никакого значения Я прекрасно тянула в вертикальной плоскости за голову Но с увеличением веса, видимо, подвижность моего организма где-то ограничилась И потому сейчас, заваливая, ну, скажем, на небольшую такую углу назад спину И выполняя тягу непосредственно на грудь Наверное, скажем, нагрузка К чему это приводит? Нагрузка самого верхнего отдела спины несколько смещается к низу В незначительной степени все ругается внешний отдел спины И на сегодняшний день мне просто физиологически это удобно И мне задается, что здесь как бы вот тянуть за голову или тянуть на грудь В такой момент физиологии, потому что есть люди, скажем, сутулины Когда они пытаются выполнять это движение за голову У них вообще ничего не получается, у них дорабатывается голова То есть надо подобрать для себя тот вариант, который вам больше подходит То есть есть наоборот люди такие расправленные Они прекрасно делают это движение туда То есть небольшое отклонение я использую Потому что без него выполнять движение будет некомфортно Что ты скажешь, ты, Руслан? Я скажу, что Дмитрий прав, абсолютно На мне больше был интересен именно момент нагрузки А то ты чувствуешь, широчайшую или уходит тебя в центр спины, внизу Потому что наклон у тебя достаточно сильный, я вижу Но при этом ты широчайшую впадаешь Да, если я сейчас, скажем, сяду вертикально То мне придется искусственно удерживать корпус У меня, скорее всего, к середине подхода затекут мои плечи Потому что основное движение буду выполнять и я в меньшей степени почувствую спину Здесь именно момент концентрации При вот такой плоскости уже за счет моего опыта Я чувствую нагрузку у нас будет значительно лучше Из момента простой, если он позволяет ваше ощущение делать правильно То техника, нарисованная в книжках, должна оставаться там Естественно, да Не забывайте про такой важный момент Каждый по-своему индивидуален И если вы, скажем, по шаблонной схеме, тренируя спину, ее не чувствуете А чуть отклонившись, вы нагрузку резко ощущаете Конечно, оставляйте тот вариант, который вам подходит Не парьтесь вообще Ну, мы пойдем делать Не все по книжкам Не все по книжкам, Медсад Да А мы будем подтягиваться Подписывайтесь, начинай Подписывайтесь Общ Indo 2 минуты прошло, мы начинаем подход номер 2. Используем кистевой перней, излишне не перенапрягаясь, но работая, скажем так, достаточно тяжело. 2 минуты прошло, мы начинаем подход номер 2. Сейчас будет четвертый крайний подход. Быстренько коснемся момента ширины хватов подтягивания. Вы все прекрасно знаете, что чем шире мы беремся, тем больше в работу включаются широчайшие мышцы спины и выключается бицепс. Но нужно понимать, что при максимально широком постановке рук у вас сокращается амплитуда движения. Соответственно, вам нужно понимать такой момент, чтобы хват был ближе к нейтральному. Чтобы хват был достаточно широкий для максимального вовлечения в работу широчайших. И при этом амплитуда движения была гораздо больше. Поэтому ширинохвата должна быть примерно как 2 ширины ваших плечей. При таком хвате будет идеальнее всего попадать нагрузка в широчайшие. В плане силовой нагрузки, амплитуда движения и ее прокачки. Ну, поехали. Димон, не спать. Крайний подход. Четвертый. Спасибо, что разбудил. Я бы не расстрелялся. С первым движением разобрались. Молодец. Ты мой шейкер не видел? Я потерял где-то. Не в курсе. Стащите у вашего противника шейкер, то он будет обезоружен. И на тренировке вы будете выглядеть гораздо преимущественнее. Потому что к середине он будет умирать от жажда. Нашел, нашел. Кровь Василиска зеленая. Планцер волса. Ну, ничего. Когда он отвлечется, я буду более осмотреть его. Ну, предлагай. Нет, ты предлагай, а я буду предлагать аналог. Хитрец. Я отрез. Так, я проявлю свою эрудицию. Саркоплата генеритику. Давай. Посмотрим, насколько эрудирован Руслан. Так, ну и начнем, скажем, такую основную рабочую фазу. Тяга гантелей к поясу. Я... Ну, все знают о движении. Берется гантель, лавка и тянется она к поясу. Гениально, да? Гениально. Я не закончил, сосед. Я не закончил. Данное движение я буду делать двумя гантелями одновременно. Лежа на лавке. То есть, убиваю двух зайцев, движение сокращается. Сокращается время. А я люблю делать это побыстрее. Не люблю долго лазиться. Скорострел? Не во всем. Не во всем в этом. В какой-то степени, да. Ну и добивающим движением. Добивающим движением, считаю, будет должно, как думаешь, Руслан? А я поддерживаю добивающие движения. Однозначно. Принцип суперсерии, как бы, он продолжает у нас работать. Горизонтальная классическая тяга к поясу. Пускай ручки. А вот теперь я. Ну ладно. Я не буду сильно умничать. Я сделаю тоже тяга гантелей на клоне. Но я сделаю ее одной рукой. Почему? Потому что одной рукой я сделаю... Потому что это эрудит. Это эрудит. Эрудит. Эрудаст. Вот, неважно. Это кого? Кто из нас эрудаст? Больше. Одной рукой... Эрудаст. Можно так говорить. Сам ты эрудаст. Да. Ну ладно. Одной рукой, потому что вес у меня будет больше. Я смогу лучше сконцентрироваться на движении. Амплитуда увеличится за счет работы одной рукой. Поэтому спина у меня будет лучше проработаннее, чем у вас, Дмитрий. Я что-то засыпаю. Расскажи эту мистеру перчатки. Расскажи эту мистеру перчатки. Я пошел качаться. Иди. Тебе нужно. Так вот, а второе упражнение на добивочку я буду делать свои любимые пулловеры с канатной рукоятью с верхнего блока. Это идеальное упражнение для растяжения широчайших, для их улучшения по форме, по ширине, по проработке нижнего крепления. И плюс ко всему, кроме наполнения в этом движении, я считаю, просто идеальным. Поэтому это будет моя добивочная. Любимый суперсерий Дмитрия. Начинаем данное упражнение. Денем классический гантеллер. 36 килограмм. Лавка, которую мы поставили под небольшой угол. И, как когда-то ранее я уже говорил, если вы тренируете спину, не забывайте, скажем так, по максимуму сокращать лопаточные наделки. А не просто тянуть гантели к поясу. Задача сократить спину в большей гораздо степени, чем непосредственно дотянуться руками до верха. Очень важный момент. Субтитры сделал DimaTorzok Сильно отсраб, вполне достаточно, и византальный садок. Жень, ты здесь? Нет, не надо. Когда я посмотрел на твою спину, тебе это и все равно не поможет. Евгений Горохов, можно сказать, буквально не пускает меня в тренажер. Ему неприятно смотреть на мою спину. Ему неприятно. После этого я решил, что я не буду качать спину. Я никогда не качал, потом решил... Сдался морально. Я тебе скажу наоборот. Мне, наверное, качать не надо. Девочки ссорятся. Вы не слушаете Женю Горохову, это очень расчетливый человек. Он специально заговаривает мне зубы, потому что я уверен, что осенью это будет один из фаворитов на соревнованиях. Это такой хитрый коммерческий шаг. Женю туда и пробегешь. Так. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, более 15 повторений в каждом движении. Так вот, везде успределенный вес, чтобы хватило сил и на второе движение. Ну, и с небольшим интервалом отдыха. Две-три минуты. Четыре таких связки. Я сейчас буду делать. А чем там, интересно, занимается товарищ Ховецкий? У меня есть новая супер-предлуда. Поясочек мы оденем. Ну, ты накачался. Не надо. Ну, с поясами то любой дурак накачается. Конечно. Он будет специальный. Плюс три к силе прибавляет. Так, вот. Я одену пояс. У меня будет гантелька. Очень странная гантель у нас. Она весит 49 килограмм. Я не знаю, кто это придумал. Но она весит 49. Давай. Выстилась. Ну, на самом деле, когда-то это была гантелья 50 килограмм. Но в нашем безжалостном зале она падала. Вот так говори. Она... Что только с ней не произошло за это время. Ее варили, переваривали. Она полностью в строю. Но килограмм она утратила. После всех страданий и мук. Которые тут пришлось пережить. И мы ее завершили. И реально с полтинника. Нашу полтиннику ехали на 49. Но обратите внимание, насколько мы здесь объективно с весами. Ведь мы могли оставить 50. Но нифига. Все подписали. Да, наверное, ровно 49. За час. За час. Наши часы. Понимаете. Корректорsection. На אם может демонстрировали нее деньги. На候е. О, szy congressional по researcher. Дев Für, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 все, гантелью переставлять я уже не могу я ее перекатываю это значит, что все хорошо и мне нифига не так весело, как Димона он же здоровый, объедает все мои порошочки специальные главное в конце гантельку поставить в направлении стойки чтобы можно было ее катнуть что коротко осягить гантелью на спине в принципе, любое движение на спину основная его часть, главная, приоритетная это максимальное приведение лопаток друг к другу все движение идет за счет приведения лопатки и сведение максимального плечей за собой чуть к низу поэтому, при том, что позавчера я тренировал бицепсы тяжело они у меня сегодня болят постоянно но при этом во время движений нагрузку на них я практически не чувствую вот, пока я говорил, я отдышался чуть-чуть финальные пуловеры все движения Пока делал, пришла мне гениальная идея в голову. Если вы хотите увидеть подтягивающегося Дмитрия Крылова, поставьте палец вверх под видео. Если будет пальцы вверх в 20 раз больше, чем пальцы вниз, Дима в следующем видео будет подтягиваться на количество. Подсчет независимых экспертов и судей. Но в съемках будет участвовать только моя верхняя половина. Где будут находиться в этот момент мои ноги, сразу скажу, никто знать не должен. А для того, чтобы снимать меня целиком, должно быть в 200 раз больше пальцев. Самое забавное, он говорил, что он весь в деда, сибирские ноги. Я чувствую, проскакивают еврейские нотки. Откуда таких, Руслан? У вас такое. Так, ура, у нас закончилось. Безбашенная серия из гантелей с тягами. И следующая, не менее безбашенная серия. Я сейчас хочу вообще поработать с шток. Люблю шток. Расскажи, что такое шток людям. Шток, он же Т-гриф. По сути... Позупетливается постоянно вообще. Это тренажер для спины. Одна часть которого закреплена. На вторую часть вы надеваете блины. И за счет поперечного колеса подтягиваете это себе к животу, например. Ну и сейчас я просто начну, и вы поймете, о чем речь. Кто не знает, что такое шток. Я думаю, что займитесь, ребята, не бодибилдингом. А чем? Чем более простым. Где таких терминов нету, чтобы вам было понятно, чем вы занимаетесь. Ты говори в камеру, там. А то потом все будут ругаться опять на нас. У меня громкий голос, я поэтому чуть в сторону, чтобы не разорвало микрофон. А. Вот. Ну и добивочкой к штоку. Добивочкой к штоку. Мы потянем... Что мы потянем? Горизонтальный хаммер. Почему нет? Очень хороший станок. То есть сейчас я сделаю суперсерию из двухтяговых движений в таком силовом режиме. На шток я одену килограмм 75. И буду тянуть в этот раз на 10. И в горизонтальном хаммере добьюсь с весом, наверное, килограмм 60 на 100, но тоже раз на 10. Оба движения, скажем так, тяжелые, базовые, формирующие. В общем, массив спины, скажем, включающие все ее отделы. Там можно выделить, конечно, то, что шток больше задействует нижний отдел спины, допустим. Но вообще в таких движениях там включается все, на мой взгляд, без остатка. Поэтому движения такие надо обязательно практиковать. Что скажешь, ты, Руслан? Ну, я, как уже говорил, должен придумать что-то другое. Он опять одевается. Ну нет, нет, я тебя внимательно слушаю. А, внимательно. Да. Как обычно. Хорошо. У меня будет, теперь у меня будет горизонтальная тяга к животу, но в соседнем тренажере. Чтобы он отличался, потому что у нас две тяги. А чем они отличаются? Они отличаются вектором силы. Потому что на том тренажере, где работал Дмитрий, вектор сил идет снизу к животу. А в этой тяге он будет идти ровно горизонтально и будет больше попадать именно в центральный отдел спины и в ромбовидную. А второе упражнение у меня будет, это тяга с нижнего блока в кроссовере с рукояткой-бабочкой в форме Д-рукояти узкой. В положении чуть, короче, похоже будет на тягу штока. Долго разобъяснять? Я думаю, даже, кстати, сам великий Джо Уэйдер от такой терминологии бы раскрутил бы свои усы. Вообще, мне запрещают много говорить и углубляться во всякие термины. Вылезай, ты слишком углубился. Вылезай. Давайте собирать, короче, оборудование. Причем, кстати, халявщику собирать шибко ничего не надо, у него тросы, но он пипку поменяет. Мне сейчас блины таскать, блядь. Что? В нашем... Я столько нового узнаю в собственном зале, да? Что-то крепеж есть какой-то в штоке оказывается. Я думаю, просто болтается, рпятка и болтается, так надо. Потому что, в общем, мы накупили столько тренажеров, что нам теперь еще год разбираться. Что тут для чего? Вот в этом углу своей очереди на сборку ждет еще энное количество... Оптимус Прайм умер здесь, скорее всего. Вот он, Оптимус Прайм, это его части. Все. Пойдемте снимать, как мучается своими маленькими весами Дима Крылов. Шел второй час сборки станков. И негодник Руслан хоть бы помог чуть-чуть, но ни хрена помощи не оказывает. Я просто хочу, чтобы у Димы было больше нагрузки, чтобы он был более функциональным атлетом. Я едва сдерживаю слезы умиления. Вот это я и называю заботой о ближнем. Вот, а вон все дружается. Все это, все это, это непонимание моей заботы. Уровни моей ответственности за них всех. Поэтому, Дима, после тренировочки он у меня все блинчики развесит по цветам, по залу. Опять же, это элемент тренировки, улучшения функциональных свойств атлета. Знаешь, что, товарищ Руслан, давайте серию свою начинай первым. Он реально остыл сейчас совсем. Надо помочь, товарищи, ты же о нем забочишь. Хватит, Руслан, ты остыл, ты готов начать. Семас, ну можно сейчас? Пока он соберет кейс на тренажер, и наоборот. Выкачал. Семас, ну можно. Семас, ну можно. Что-то, опять же, самодельное, но, мне кажется, будет подходить к нашим целям. Крепим мы его к низу. Как же укрепить-то? Боюсь. Не придумывая, что приделать, ищем другую рукоять. В связи с тем, что я пока не нашел рукоятку, чтобы не остывать, будем делать с канатиком. В принципе, не сильно отличаться будет. Музыка. 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 Ну все, Крылов, наконец-таки собрал свои станки. Можно займется делом теперь. Зайдите к нему. Ну пока там Руслан развлекался своими веревочками и штриками, я собрал свои мега чудовищные тренажеры и тоже как-то выполнил связку. Надеюсь, что я не остыл чересчур сильно и ничего себе не растяну. А пояс не хочешь? Нет. На самом деле, Руслан абсолютно правильно замечает по поводу пояса. Для подстраховки поясничного отдела, особенно когда ты стоишь вот так вот, как в данном упражнении. Раком. Раком, да. Не будем подбирать другие слова, скажем, объективно. Но я здесь, наверное, скажем, к сожалению или к счастью пренебрегаю техникой безопасности, потому что у меня пояс сдавливает живот любой. Я не могу нормально сконцентрироваться. Слава богу, Тюй-Тюй-Пу за 20 лет ни одной травмы. Так что, ну так как я, не делайте, добавляйте пояс все-таки, да? 12 повторений будет вполне достаточно. Я так все очень хорошо почувствовал. И вместо того, чтобы подбирать, сразу же переходим к горизонтальной тяге. Старый, добрый, Василовский тренажер. Мне он, кстати, очень нравится. Здесь можно тянуть как двумя руками, так и одной. Я, как всегда, работаю по ускоренной программе. И тяну двумя сразу. Сейчас быстро про пояс скажу касательно безопасности для техничного отдела. По большому счету, пояс у Вас практически от травм уберечь не может, дорогие мои. Так как основная часть травм происходит во время нарушения техники, значительного скручивания поясничного отдела, либо наклона в сторону. Так как при правильной технике и, когда у Вас позвоночный столб прямой, Вы держите спину прямо, нагрузку вертикальную позвоночник может выдерживать просто огромнейшую. А вот в плане улучшения силовых показателей пояс действительно помогает. За счет увеличения внутрибрюшного давления, улучшения стабилизации мышц кора, а ниже мышцы корпуса, Ваша сила незначительно возрастает. Поэтому, в принципе, я пояса одеваю. Тем более, у меня тряпочный на самом деле, он вообще мягенький. Но определенные положительные эффекты есть. Опять углубился. Опять углубился. Надо срочно вытаскивать в парню. Сейчас это сделает за него трос. На самом деле, совершенно правильное замечание, потому что по итогу именно прямой позвоночник и четкая концентрация на поясничных мышцах обеспечит Вам безопасность во время подхода. Поэтому крайне рекомендую. В целом, хоть мы сегодня эти движения не делаем, мы специальную переноску посвятим пояснице. Делайте и гиперэкстензии, и становые тяги. Причем можете не увлекаться весом или количеством повторений. Концентрируйтесь и делайте качественно. Я уверен, пока я делал, эта туша опять говорила гадости про меня. Я знаю. А вот и нет. Не гадости? Только хорошие. Как я могу? Я бы неусловно, только хорошие. А он как про меня подумал, да? Хотя шейкеры я не сразу тащу. Кстати, шейкер, я не знаю, ты думаешь, шейкер? Кстати, как ты считаешь, Руслан, многие спрашивают, пить во время тренировки? Пить во время тренировки? За этот вопрос я заодно. Но опять же, главное, вытащить его назад, чтобы он не углублялся. Руслан Ухалевский. Руслан. Ладно, постараюсь быть краток. Пить во время тренировки обязательно. Количество жидкости может быть действительно большое. То есть, не зря наш спортсмен. Саша, что он пьет реально много. Но, важнейший момент. Вы должны пить практически после каждого подхода, но небольшими глотками. Почему? Так как вы выпьете разом большое количество жидкости, пойдет значительная нагрузка на почки. Извеличение количества жидкости, принятой вами. А во время тренировки большинство, большая часть крови отходит именно к мышцам, на работу скелетных мышц. И поэтому работа всех внутренних органов замедляется, их функция ухудшается. Поэтому пить обязательно много. Мы теряем много жидкости во время тренировки. Большинство наших метаболических процессов происходит с участием воды. Поэтому пить обязательно нужно, но маленькими глотками. Не пейте залпом. Вот. А что лучше, воду или БЦА? Кстати, еще такой короткий вопрос, значит, тоже. Вот. Все очень просто. Женя. Опять же, Женя спросил, можно ли ссать во время тренировки. Писать. Писать. Писюшечки обязательно нужно выпускать во время тренировки, если хочется. Терпеть не надо, это вредь. Даже мама. Мама должна была говорить. Можно это сделать прямо в штанишке? В процессе. Можно. Ну, да, конечно, что-то пот и непонятно. Если в процессе, это еще и стыдно будет. А, в БЦА или вода? Я скажу, но лучше БЦА с водой перемешать. Очень. БЦА, в сухом виде, на тренировке Дмитрий, плохо. А с водой, хорошо. На самом деле, да. Если там выбирать, там спрашивают. А вот БЦА в ориентровке, конечно, применяйте. Конечно, добавляйте. И, ну, скажем, ничего там нету криминального. Только на пользу пойдет организмом. Чувствую себя в ориентровке, вы будете лучше. Так, Руслан, ты доделал свою серию? Я серию. Серию свою доделал. Он у нас Russian Marcus Rule. Кстати, кстати, все заметили уже, что Димон похож на Маркуса Рула. Ну, или Маркус похож на меня. Кстати, к сожалению, у меня, честно, в физиономии его не очень нравится. Я надеюсь, что я похож на него, например, Дельфины. Не знаю. Да, плечами. Ну, скажи, нифига, да? Нет. Вот мордочкой. Мордочкой не вышел. Я превращусь в немца, с гадами. Из рязанского парня. С сибирскими корнями. С сибирскими корнями. Игрейской. Перчинкой. Вы представляете, какая гремучая смесь? Рязанский парень с сибирскими корнями. С сибирскими перчинкой. Немецкая внешность. Это я не люблю. Я пошел в станок. Пошел в станок. Вот, как су-шейкер, кстати. С БЦА. Ну, давайте-ка, если это БЦА. Я лично БЦА не пью. До тренировки не пью. После тренировки БЦА я пью на тренировке в процессе. Но достаточно много. Там где-то грамм 20 БЦА. Грамм 10 глютамина. Грамм 5 еще всякой ерунды. Вот. Еще я спер в офисе. Экспериментальный предтреник наш. Там вообще беталанин, цитрулин, горгинин, кеттоглюторат. Короче, еще какие-то фигни намешали там. Вот такая штука. И Димону дал, вот ему нравится. Сделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты устал? Я притворяюсь. Работа на камеру. Хух. Как говорил в каче железа, двухметровый лук филибла. Это было легко. Но, кстати, какой-то маленький штанг упражнялся. Может, он и честно говорил. Потом проведем эксперимент. Так вот, эксперимент будет следующим. Чтобы проверить, насколько эффективна, продуктивна и качественна ваша тренировка спины, просто попробуйте в конце подтянуться. Если вы подтянуться можете, значит, вы ленивая задница. И сосиска. Что-то не знаю. И вы, короче, знаете что? Один разик. Я сейчас от этой темы немножечко так отойду. Прямо откровенно, без объяснения отойду. И сделаю трапецию. Потому что я вообще трапециевидные мышцы тренирую вместе со спиной. И по плану после всей этой развлекухи, которая сейчас была, слава богу, оставим давайте за кадром разборку теперь всех этих тренажеров. Я, кстати, думаю, надо нанести специального человека, платить ему небольшие деньги, чтобы он эти танки за тебя разбирал. А ты же был ответственным по блинам. У нас, кстати, есть один человек, который у нас, Дмитрий, с небольшими угрозами и физическим насилием назначил ответственным по уборке блинов. Так сказать, блинный. В каждом зале должен быть блинный. А блинщик? А блинщик. Блиновик. Ну вот. А блинщина? А брок? А блинщина? Одним словом, вот у меня трапеция. А что у Руслана? А что у Руслана? Так. Касательно трапеции. У меня тоже она где-то там присутствовала. Но я ее тренирую вместе с задней дельтой в конце тренировки. Блин, дельт. Логично. Ну да. Кстати, такой актуальный момент. Кстати, часто люди... Чем качать трапецию? Чем качать трапецию, кстати, часто. Давайте тренируемся. Напишите, просто, ваше мнение, с чем лучше качать трапецию. А может лучше не качать? Скажите, трапецию качать не надо, потому что визуально она может сделать ваши плечи уже. Ну, с одной стороны, как бы она относится к плечевому поясу, и потому многие тренируют ее с дельтовидными. С другой стороны, огромный процент этой мышечной группа расположена именно на спине и требует такой, на мой взгляд, силовой работы. Поэтому я тренирую вместе со спиной, а Руслан с дельтовидными. Причем, вы знаете, как бы можно и так, и так. Это исключительно моменты симпатии. Но я думаю, что Руслан сейчас теоретически обоснует. Глубоко теоретически обоснует. Почему? Ну, вот мое мнение, просто мне нравится трапецию со спиной качать. Я боюсь это опять глубоко обосновывать. Я скажу немножечко так, упрощу. Трапециевидная, она имеет свою часть, особенно верно, скажем, загривок, уходящий на спину, да, часть сзади находится ее визуально, а часть вы видите во фронтальной позе, вот в этой части. Соответственно, на основе того, насколько она у вас развита, нужно и делать акцент на работу трапециевидной, так как угол наклона во время движения, куда вы сводите плечи и лопатки, частично влияет на развитие, в какую сторону будет у вас нарастать трапеция. Поэтому нужно, во-первых, определиться, да, что вам нужно в процессе тренировки. Так как у меня достаточно она хорошо работает постоянно и неплохо развита ее верхняя часть, уходящая, скажем, к шее, к голове, я тренирую именно с задней дельты, чтобы улучшить визуально трапецию вверх спины задних позов. Вот поэтому я с плечами. А Димон все-таки парень очень крупный, у него реально просто огромные сверхгипертрофированные дельты, поэтому он может себе позволить раскачивать его очень сильно, трапецию, и это не будет делать его пропорции хуже. Так как у меня сильно ртачная трапеция будет, точнее, упираться уже ближе к дельтовидной, и у меня будут кататься более покатые плечи. Хотя, в принципе, так скажем, маленькими дельтами я тоже не страдаю, но все-таки стараюсь как бы не ухудшить свои пропорции перекаченной трапеции. Но опять же, все на любителя. Многие очень любят, я знаю, такую бычую шею. И, в принципе, если вам это нравится, главное, чтобы вам было в кайф. Ребята, я закругляюсь. Так вот, это... Хотя сам я тоже не очень люблю тягу за голову, считаю это упражнением из ОФП, по причине того, что вес там небольшой, и... Почему ты снимаешь его, по слову, небольшой вес? Не надо бежать к Диму. Нормально парень качается. Не будем бежать. Так вот, в связи с тем, что вес во время движения тяги за голову небольшой, движение, на мой взгляд, не очень физиологично для приматов, скажем, от которых произошел человек. Но есть один момент, почему я буду упражнение делать. Есть такие две мышцы, большая и малая круглая мышца спины, которые в основном увлекаются в работе именно при садопрямом позвоночнике и тяге за голову. Это позволит, вот здесь такая часто проблемная зона у многих атлетов, вот две небольшие, такие провалы на широчайших в верхней части спины, как раз-таки за которые отвечает большая, малая, круглая. Так вот, чтобы это место нивелировать, этот негативный аспект развития мышцы спины, я сделаю пару подходов по 20 раз тяги за голову. Хотя, опять же, повторюсь, на мой взгляд, в начале тренировки это упражнение стоит делать только людям, у которых есть проблемы с позвоночником, это грыжи, протрусии, еще что-то. Тем, кому нельзя, как в начале тренировки, выполнять с тяжелым весом упражнение с прогибом спины, что может для них тоже очень негативно на состоянии их позвоночника. Опять же, как говорит Дима, я не буду углубляться, я пойду, а что-нибудь сделаю. Хотя, как говорит Дима, Руслан уже углубился и теперь снова вылезает. Ну что, пускай продемонстрировать, кстати, ничего, там, ну, скажем, лишнего в этом не будет, понаблюдайте за техникой исполнения, у Руслана она реально неплохая, и обратите внимание на всякие мелкие нюансы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, в целом, на самом деле, более незамысловатого движения придумать сложно. Ну что, как я говорил, следственный эксперимент. Проверим, насколько эффективно мы потренировались с Димоном. Попробуем подтянуться. Ну, врать не буду. Раз бы четыре я, наверное, насилил, но безумно сводит поясницу уже, потому что гипертонус разгибателей. Ну, скажем, в принципе, мне кажется, что довольно-таки неплохо. Ну, и сейчас мы посмотрим, как Димка вот подтянется. Вот он пришел только что. Димон, давай, что у тебя, что выйдет у тебя? Знаете, ребята, вы уж меня простите, но что-то подтягиваться я сегодня уже не готов. И поэтому, к сожалению, Руська, я тут сразу передаю тебе пальму первенства и подтяну себя в следующий раз. Потому что, ну, как-то вот реально не люблю это дело. Да, ну вот, со школы, да? Ну что, ну, Дара, как в целях эксперимента, если Димон считает, что он, в принципе, не готов подтягиваться, скажем так, что... Эксперимент удался. Эксперимент удался. Если человек, в принципе, даже не готов попробовать, и он понимает, что это получится хреново, то раз я потянулся четыре раза, ну, пусть как бы до середины, выходит, что я ленивая сосиска, к сожалению. Сам, сам, сам же в своем эксперименте я провалился. Но, скажу так, что все-таки я немножечко отдохнул, остановился. Сразу бы я не подтянулся после последнего суперсета. Поэтому, я думаю, что мы с Димой заслужили по порции протеинчика. Димитрий, как вы считаете? Вот однозначно, согласен. Может быть, даже по порции гейнера пропущу. И, ну, Руслан, что могу сказать, твоя же теория о том, что подтягивания в конце тренировки должны не получиться, она, в принципе, подтвердилась. То есть, это говорит о том, что позанимались мы эффективно. Да. Я, причем, ну, настолько эффективно позанимался, что мне даже вот на перекладке смотреть плохо. Поэтому, ну, сегодня мы нестачковали. Ну, я скажу, что я очень нестачковал по причине того, что, блин, на фоне Дмитрия и так немножечко меня напрягает его преимущество в 40 килограмм веса. Говори, Руслан. Да, 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 да. Меня напрягает немного, поэтому я, правда, стараюсь. Дима тоже старается, потому что, как-никак, я не совсем меньше, чем он поднимаю. Ну, нельзя расслабляться ни на минуту, а то, если ты чуть-чуть где-то притормозишь, такой вот, Руслан сразу вдруг окажется чуть-чуть впереди. Пока ты спишь, враг качается, ребята. Поэтому мы не спим. Или качается, или жрет. Поэтому, да. Мы даже во сне с капельницей, с гейнером. Как тоже в каком-то там фильме про бейдбилдинг, не помню, кто-то кому-то говорил, запомнили, когда ты тренируешься интенсивно, они тренируются в два раза интенсивнее. Поэтому мы тренируемся в три раза интенсивнее. В три раза, на всякий случай, а то иногда и... Не, вру, в четыре. Но мы тренируемся в два раза, а значит... Суммарно в четыре. Yes. Ребята, ну что я могу сказать. С вами сегодня был Дмитрий Крылов. Руслан Халецкий. Подписывайтесь на Genetic Club TV. Смотрите наши ролики. И у нас еще впереди куча всяких интересных сюжетов. Хочу мыслить, да. И... Причем, кстати, вот Руслан говорит да, а мысли потом приходят именно к нему. То есть, как бы, он такой хитрец, притворяется. Ну вот. Да? Да? Поэтому всем спасибо за внимание. Занимайтесь бейдибилдингом. Прикольно. Занимайтесь бейдибилдингом и еще чем-нибудь прикольным. Хорошим, хорошим, хорошим. Не забывайте про предтрет. Главное, главное что? Что главное? Чтоб костюмчик сидел. Вот так вот. Дима, кстати, любит модные шмотки. Да. Но обратите внимание, сегодня он плохо подготовился. Он не уложил причесочку. Да, почему? Ну, наш виноват, и бесполезно. Волосы встают дыбом, и все такое. Здесь, как-то, не угладывая. Вот здесь, конечно, Руслан всех обманывает. Я самый аэродинамичный из всех. У него прическа всегда готова. Идеально. Нет, на самом деле, скажу тебе честно, я побрил голову с отрица, чтобы было все, тщательно. Ну, кстати, да, немножечко блестит. Есть такой, да, я хотел, скажем, еще где-то под каротином, немножечко на бок, да, положил все-таки? Да. Немного геля. Пока, ребята. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok